От создателя бегового клуба Академия Марафона Привет! Это Сергей Черепанов и подкаст Держи Темп Подкаст о любительском беге и любителях бегать Истории людей, для которых бег это уже не просто хобби Истории людей, для которых беговой клуб это уже семья Привет! Сегодня в выпуске Андрей Асташкин Вы наверняка его знаете, если имеете отношение к беговой тусовке Андрей, крестный отец спортивного маркетинга в России Человек, который работал с атлетами в Adidas Человек, который сейчас взаимодействует с атлетами New Balance Мы много поговорили о его беге, о его спорте и в целом отношении Зацепили тему с музыкой, обсудили триатлон, видеопроекты Это был очень насыщенный, интересный разговор, необычный И Андрей, благодарю за этот диалог Очень круто, друзья, слушайте И кайфаните, пожалуйста, напишите комментарии, отзывы Подпишитесь, если вы еще не подписаны Приятного прослушивания Меня зовут Андрей По поводу личных рекордов я бы, наверное, мог бы похвастаться двумя Это на пять километров в восемнадцатом году я выбежал с двадцати минут Девятнадцать-двадцать девять Целенаправленно тогда готовился к пятерке И полумарафон, это был пятнадцатый год У меня уже очень болели колени Я, как и все новички, натыкался на типичные травмы молодого поколения, скажем так У меня болели колени И я вышел на старт На пятом километре у меня заболела правое колено На десятом километре заболела левое колено Я скинул с личного рекорда порядка пятнадцати минут Бежал в новых кроссовках Ну, пробежал час тридцать-восемь-тридцать полумарафон И потом у меня на финишную температуру поднялась В общем, все было плохо, так делать нельзя Это был какой-то май? Это был... Нет, в мае я как раз пробежал первый полумарафон Это был второй, и, получается, это был, да, это был не Лужники Он тогда еще назывался Музыкальный Музыкальный полумарафон Тогда еще Adidas его спонсировали Да, да, поэтому и бегал Поэтому и бегал Так, Андрей Асташкин, хорошо, что приехал Спасибо Слушай, вопрос такой, давай начнем с того, как вообще ты пришел в бег У тебя, ну, насколько я тебя знаю, у тебя и вредные привычки были разные И, может быть, даже есть до сих пор Как ты вообще начал бегать? Это сначала была работа, или потом бег начался? Как это? Сначала начался бег На тот момент я еще курил сигареты Из вредных привычек у меня сейчас остался только кальян Я даже сейчас завязал пить Все началось так Это достаточно забавная история Мой друг детства работал уже в маркетинге в Adidas Я работал в IT-отделе И он встретился со мной вечером и говорит Андрюх, у нас тут была активация Черданцеву не понравились кроссовки, тебе нужны? Я говорю, да, конечно, нужны бесплатные кроссовки Я вообще никогда не откажусь Это были Energy Boost первого поколения Первые кроссовки, в которых у Adidas появилась технология Boost 2013 год И, как я помню, сейчас это вторая расцветка Первая была черная, а эта синяя Одни из моих любимых кроссовок Я в них ходил, наверное, практически год По офису Кроссовки выглядели круто, всем нравилось Но потом он говорит, типа, чувак, у тебя беговые кроссовки, ты в них ходишь по офису, но не бегаешь Давай я тебе дам слот на забег Мы тогда были еще спонсорами и со слотами проблем не было Он мне дал слот на забег, я пробежал красочный Там не было тайминга, но цель была выбежать из 30 минут По ощущениям мы выбежали, но было очень тяжело, потому что мы тогда еще с товарищем курили Потом понеслось 10 километров, полумарафон Цель была пробежать марафон, но у меня уже начали ломаться колени Марафон я, получается, пробежал в 16-м году Это были белые ночи 35 градусов в тени, стопроцентная влажность Я был готов плохо, но был готов бежать в районе 4-х Ну, то есть моя цель была выбежать из 4-х, пробежала за 5-19 Потому что ноги отказали на 7-м километре Я плохо переношу жару, и для меня это было мучением Но не хотел, чтобы мой первый марафон был со сходом с ДНФ Вот, поэтому я дошел, преодолел Вот такие Ты шел к марафону, ну, целенаправленно, или тоже как-то взбалмошно такого Пробегу в 16-м? Я до сих пор взбалмошно к этому отношусь Я хотел проживать в 15-м, но тогда была дикая уже травма колени Из-за того, что я пробежал полумарафон, не лечился Точнее, пытался лечиться, но обычные врачи говорили Ну, там, не бегай, просто поешь таблеточки, и все будет окей И я просто так как... У меня есть слот на десятку А, у меня тогда был слот на марафон как раз Ну, я думаю, типа, блин, на марафон я не пробегу, а десятку что, закину с таблетками и побежал обезболивающими Вот, поэтому я все усугублял, усугублял И мое более-менее правильное отношение к бегу как раз пришло с первым марафоном У меня уже тогда начало отпускать колени И в целом я понимал, что вот если я побегу не быстро, в принципе, ну, я не ухудшу свою травму Ага Ты как-то тренировался? Ты систематически занимался, может быть, вот в рамках всяких этих адидас-беговых клубов или нет вообще? Или сам побегивал? Когда был Разбуди район, за год до этого появился офисный беговой клуб Я начал в нем бегать, потому что, опять же, товарищ меня мой туда затащил И во время Разбуди района был Разбуди офис Параллельная активация для офисных сотрудников, где отделы соревновались между собой Ранбазу, конечно, никому же не обещали построить, вот Но призы там были неплохие Давали кроссовки, вешали огромные постеры по офису Вот, в общем, было прикольно Но IT-отдел далек от бега, поэтому, в принципе, я был одним из единственных энтузиастов там И у вас как бы от количества людей формировался рейтинг какой-то, кто бегает? Да-да-да, чем больше, чем быстрее, чем больше мероприятий, тем, соответственно, выше рейтинг Прикольно И ты там, ну, какие-то тренировки делались? Да Или просто вот сам бегал? Это был тренер офисного ранг-клуба, который давал какие-то нагрузки, но я не систематически посещал То есть, наверное, первый мой такой прям полноценный план подготовки был в районе Ironman в 2018 году Потому что я понимал, что без плана не получится У меня до сих пор нет тренера, поэтому, в принципе, отношусь к этому Беру просто большим количеством объемов, более-менее приемлемых Вот, сейчас я начал разгружать голову после работы, стараюсь пробегать как минимум пятерку У меня сейчас объемы 150-170 километров Это что-то немыслимое для всех моих беговых лет Сейчас все подумают, что в неделю Нет, не в неделю, да, в месяц Ну, когда-то это было 40 километров, и все думали в неделю Я говорю, нет, чуваки, это 40 месяц и менее А, даже так? Да Ого, а с Ironman, вот ты говоришь, в 2018 году, это ты полный сделал? Да, я сделал полный, на данный момент у меня 4 половинки Пятая запланирована на следующий год, должен был бежать в этом году в Питере Я зарекся не вовлечься в эту историю никак, но меня подкупила трасса Честно, я прям подумал, блин, я никогда не был на Кронштадте, и тут я до него даю на велике, блин, прикольно Это сильно красиво, да, получается? Да, да В рамках этого Слушай, а вот хорошо, мы сейчас с наскоками, я просто пытаюсь картинку собрать Марафон первые эмоции, когда ты бежал Слушай, у меня, для меня это не свойственно, я подбегал к Дворцовой площади, у меня пылились слезы То есть это вообще какой-то эмоциональный был взрыв, я финишировал, у меня текут слезы, я не понимаю, что происходит Просто потом там минут пять посидел, отошел и пошел пить пиво дальше То есть сначала приехал, попил немножко Нет, я тогда не пил пиво перед стартом, хотя, может быть, одно и пропустил На самом деле, даже перед Айронменом я выпил за день бокальчик за обедом, я не считаю это каким-то преступлением Особенно, если ты приезжаешь в Берлин на берлинский марафон, то там сам Бог велел О, ты бегал в Берлин Да, я дважды бегал в Берлин, когда работал в Адидасе, оставались лишние слоты, и почему бы и нет? Люди десятками лет гоняются, многие, а ты такой, ну, есть слот Ну да, ну, это возможности, если ты работаешь в компании, которая является спонсором И там, да, я приезжал за день до старта, иногда даже по три пива пивал Ну, я, насколько знаю, немцы к этому нормально относятся, и они не меняют свой рацион перед забегом Но там вот лайтовое, наверное, еще пиво там не особо Ну, францискайнер, обычно Обычно, четыре-пять оборотов Да-да-да Нормально Эмоции после первого марафона Смотри, ты говоришь слезы То есть у тебя как-то было накручено, ну, что, типа, марафон это что-то знаковое И вот вокруг этого, наверное, ты такой, о, я сделал галочку, и поэтому так ощутился или нет Вообще никаких мыслей не было То есть просто слезы тихли и все Ну да, это была одна из целей, но уже на тот момент, если мне не зная память, это был, наверное, 14-й год, когда у нас начали появляться в офисе марафонцы Они рассказывали перед всеми сотрудниками, там, вот я пробежал марафон, потом пришли айронменщики И я уже к своему первому марафону понимал, что за первым марафоном пойдет айронмен Просто вопрос велосипеда стоит А это откуда появилось? То есть это тоже из таких офисных тусовок родилось, что, типа, кто-то проходил айронмены? Или как ты вдохновился вообще на это, на триатлон? Именно Петя Гыски был первым айронменом в Адидасе Он сначала рассказал, но я уже подумал, да, прикольная штука А потом появился Волошин, но тут уже было грех устоять А Волошин, он был амбассадор всего Да, он был амбассадором Адидаса, и поэтому, ну вообще в целом в Адидасе, по-моему, в тех же годах плюс-минус появилась тенденция к тому, чтобы как можно больше сотрудников занимали спортом И вначале бренд перегибал палку, и многие просто травмировались, потому что их там из-под палки гнали заниматься, там, вот на Эльбрус, я помню, очень много травмированных видел Южный регион, просто сотрудников собрали и пустили на гору Это бег или восхождение? Это был Адидас Эльбрус Уолдрейс Ого Вот, и 11 километров без подготовки, честно говоря Ну вот бежали, там, процентов 50 Офисные ребята? Ну, не офисные, розница там примерно, да Но потом все это смягчилось, и, в принципе, я очень много людей вижу, кто бросил курить То есть я помню, когда мы начинали работать, они курили, и сейчас многие занимаются действительно крутыми видами спорта и делают какие-то крутые челленджи Прикольно Я пока ты рассказывал, вспомнил историю В 15-м году я тоже встречался с девушкой, она работала в Адидасе В смысле не тоже, а просто встречался с девушкой, она работала в Адидасе И в 15-м году я вместе с ней бежал в марафон московский За 5 часов 27 минут Когда на тот момент у меня личный рекорд был уже там 3.08 примерно То есть ты понимаешь, какой уровень страданий Я помню, когда она пришла после марафона, там какая-то встреча была Она была единственной за 5.30, пробежав, она там рассказывала об этом И в тот момент я прикоснулся к Адидасу тоже через вот это И я бежал в кроссовках, в которых, по-моему, Бикеле ставил рекорд Вспомнишь Адидасы, да, Адидасы И 5 часов, то есть темп там был по 7 минут примерно в этих кроссовках И себе стер и убил вообще все ноги И такой, ну, Адидас Слушай, ну у нас была девочка, которая весила под 100 килограмм И ее любимой парой была то ли Такуми, то ли Адидаса И она говорила, что мне это идеально подходит, бегала в них полумарафона Ну, естественно, медленно, просто с ее весом С такой низкой амортизацией, я не знаю Она танцевала ирландские танцы, скорее всего, у нее очень сильные стопы А как тебе кажется, есть важность в выборе кроссовок Вот как раз относительно веса, относительно темпа Или это маркетинг уже по большей части сейчас Ну, относительно веса и темпа, я думаю, есть А относительно брендов это чистой воды маркетинг Кому-то подходит одно, кому-то другое И когда человек пытается продать, говорит, вот там Найки гораздо круче, чем все остальные Ну, стоит к этому относиться так Хорошо Белые ночи, Берлин, где-то еще бегал именно бег? Да, я перед айронменом понимал, что мне надо пробежать хотя бы один марафон Чтобы понять, что это такое полноценно Ну, не за 5.19, а за более-менее приемлемое время И я готовился целенаправленно к рижскому марафону Он проходит в мае И я тогда перебрал с объемами в апреле У меня было несколько, ну, получается, там 4 недели, образно говоря За 4 недели я пробежал 3 раза более 25 километров И, наверное, даже 2 из них были 30 Вот Я просто приезжал в Зеленоград У друга был день рождения, 29 лет Ну, и мы перед пятнашкой кроссовой по лесу, по дикой грязи Мы размялись 14 километров Потом пробежали 15 На гром я также прибежал на полумарафон Прибежал, размялся Пробежал я тогда близко к личному рекорду Я уже подбегал к финишу Там, наверное, километра 2-3 оставалось Я понимаю, что могу, в принципе Но если я понял раньше, я бы, конечно, подставил в яичник Тогда я пробежал за час 41 Последние 3 километра уже бежал практически на все деньги И после этого я еще там девяткой замялся Ты, конечно, сумасшедший же стил в этом плане На самом деле, я считаю, что самое главное Ну, то есть, почему у меня нет тренера? Потому что мне не нравится, когда мне предоставляют планы Мне нравится бегать, я бегу То есть, если мне в кайф пробежать 30-ку, я пробегу 30-ку Ну, естественно, перед марафоном я уже больше таких объемов делать не буду, как сделал Ну, и ты, наверное, понимаешь, что эту 30-ку ты пробегаешь все равно Ты ориентируешься на ощущения, на пульс, как минимум На пульс я не ориентируюсь, просто на внутренние ощущения, да Ну, ты понимаешь, что, ну, легко бежиться, могу еще Да, мне нравится, все хорошо Нет никаких симптомов, что может что-то потом отстрелить Вот, и я бегу Но я прекрасно понимаю, что если бы у меня был тренер Наверное, я бы более эффективно проводил время И результаты у меня были бы повыше То есть тебе не нравятся вот эти рамки, которые... Ну, нет некоторой свободы вот это Да, именно То есть если мне не хочется выйти на тренировку, я не выхожу на тренировку Ой, мотивация офигенная Ты рок-н-ролльщик во всех смыслах Об этом тоже чуть-чуть дальше поговорим И что, и Берлин... Ой, Берлин, подожди, Рига была? Рига была, два раза Берлин и Белые ночи А хорошо, четыре марафона И лучший тогда на тот момент? Лучше в Риге В Риге? Вот, как раз в Риге я перебрал с объемами, к чему я это рассказывал Я пробежал 30 километров, ориентироваясь на результат На 3.45 я бежал чуть-чуть выше плана Ну, то есть я понимал, что мне комфортно, поэтому я бегу нормально Но у меня начали отстреливаться сгибатели И все это по фасции передаваться в колено И я, наверное, мучился тоже где-то километра с десятого Но потихоньку я понимал, что там, ну, есть неприятные ощущения Но как бы я готовился, поэтому надо бежать Но к 30 километру уже стало действительно больно И тогда я перешел на шаг бег И у меня получилось 4.09.52 То есть я за 10 километров вот это вот все свое преимущество растерял 25 минут, считай, потерял И это вот лучший результат на сегодня Это лучший результат Потом я бежал в Берлинский марафон Слот образовался в самый последний момент И я понимал, что это три недели до Айронмена Что на результат бежать вообще не имеет смысла Но в перспективе я понимал, что это мог бы быть мой личный рекорд Потому что форма у меня была лучше, чем когда-либо Но я бежал осознанно на 4.30, как длинную тренировку И это самый комфортный марафон, который у меня вообще когда-либо был То есть я пробежал в удовольствие, я финишировал, я улыбался Я осознавал, что происходит Но я бежал на 4.30, наполовину я понял, что мне слишком скучно Это очень медленно И я прибавил, у меня получилось там что-то типа 4.17 Это как раз отрицательный сплит Отрицательный сплит Но у меня был еще один отрицательный сплит через год в 2019 году Мы стартовали, была очень большая влажность Из-за жары, соответственно, все эти испарения Меня вот в этом случае вообще вырубает Поэтому я первую половинку бежал медленно И, ну, прям было очень тяжело Я не понимал, если я вот сейчас бегу так половинку То что же будет на второй? Но там пошел дождь и посвежело И поэтому я легко прибавил Но я тоже тогда прибежал уже не в сопле Но вот близко к этому состоянию В 2019 году там что было? Там был рекорд мировой? В 2018 был мировой рекорд, да Я как раз, одна из целей была поехать посмотреть на Кипчоги Вообще, как это все будет Я его проводил перед стартом Потом пошел ставить свой стартовый кластер И практически еще час ожидал, когда мы будем стартовать Были какие-то бенефиты от того, что у вас, от бренда Вы как-то могли коммуницировать с профиками там или нет? Я не пользовался ими Я взял только слот И вообще это была такая поездка Я понимал, что все деньги надо отложить на Ironman Потому что это будет еще и отпуск И я поехал просто Прилетел в субботу утром Сходил на экспо, получил слот Пришел в отель, купил поесть И уже начал отдыхать Я жил в 10-местном хостеле Ну, тоже для экономии Очень чипово так все Да, максимально На меня ночью наступили пьяные русские девочки Которые пришли с вечеринки Потому что я спал на нижней койке Они спали на верхних И, соответственно, после марафона Я забрал вещи и улетел домой То есть было чуть больше суток в Берлине Еще там была как раз история По поводу мирового рекорда Стоял, наверное, на 30-каком-то девятом километре Товарищ с картонкой, на которой был написан Новый мировой рекорд И я ему кричу, типа Чувак, такого не может быть Он не мог так много скинуть А он скинул уже больше минуты тогда Да, да, да Это было прям вау Ты финишировал, видел эту картонку Ну, я добавил, да, эмоционально У меня там получился километр, что ли Наверное, из пяти минут То есть я потом понял, что Не-не-не, не надо Надо чуть намедленнее Скажи, пожалуйста, в сравнении Если говорить про Вот есть у тебя несколько Ironman, половинок Есть марафоны в разных тоже городах Берлин По эмоциям С точки зрения болельщиков И как участник ты там Это сильно круче, чем все остальное Где бы ты ни стартовал Ну, Ironman еще очень эмоциональный старт Потому что это вот как раз то, о чем ты говорил Это была цель большая Там было много поддержки Туда даже вот как раз Петя виски приехал Поболеть за своих товарищей А где? Где было? Это была Барселона А, о, Испания Там много же русских приезжает Ну, да, много русских Много друзей Мы забились Челлендж, кто быстрее прибежит Нас было раньше четырех человек Мой товарищ Леша Громов Разбился на велоэтапе Ребенок перебегал дорогу Он на лежачем полицейском Не справился с управлением И приложился лицом Выбил себе зубы Он закончил? Он закончил, да Он закончил крайним Ну, по понятным причинам Потому что у него вот эта вот история Конечно, его немножко Уже восстановился потом? Все нормально Товарищ Не, ну, бежал тяжелее Но бежал, кстати, легче Но вот велоэтап у него не задался Вот Но когда я его увидел Когда он начал меня догонять на беге Я понял, что, типа, это не вариант А бег был у меня тяжелый Потому что я не делал стрессовые тренировки С питанием И это очень сказалось на желудке То есть выбегая на бег Я уже не мог есть Не мог пить Меня начинало подташнивать И я пробежал марафон полностью на сухую То есть я там Вот старался маленькие глоточки воды делать Чтобы меня не стошнило Потому что как раз за какой-то период до этого Там, наверное, в течение полугода Был Норсман На котором мой тогдашний руководитель Петя Гыски Не финишировал На 30 каком-то километре Да, на беге уже Ну, то есть вроде бы чуть остается Но он просто не смог продолжить гонку Норсман, кто не знает Это один из экстремальнейших Сложнейших триатлонов Норвегия же По-моему, да Они там прыгают с баржи какой-то В ледяной воде Потом по каким-то горам Там едут, там дикий набор Бег Ветер, дождь Все ужасно, короче И там, по-моему, есть какой-то поинт Ну, чекпоинт на беге уже Где тебе Ну, ты должен в cut of time вложиться Да, отсечка Либо ты сбегаешь на гору Либо ты финишируешь дистанцию Не на горе Это, конечно, какая-то Ну, это уже такие причуды Такие уже суперэкстремальные Хорошо, вот у тебя Ты, получается, говоришь, что Айронмен по эмоциям сильнее Не-не-не, все-таки Берлинский сильнее Айронмен, да, был близок Из-за того, что это было большой целью Причем ни одного, ни двух лет А если ивенты сравнить Вот с точки зрения массовости Берлин Конечно же, Берлин, да Но я не бегал в другие мейджоры Я уже три года подаю на Лондон На Токио два года Вот в этом году еще в Берлин подал Нью-Йорк Нью-Йорк, ну, пока нет Но есть такая Тоже пунктика посмотреть Конечно То есть у тебя галочка на шесть Ну, на шестеренку собрать шесть Наверное, нет Нет галочки? Ну, галочки нет Ну, то есть я бы хотел пробежать Еще какие-нибудь мейджоры Очень хотел бы Токио Очень хотел бы побывать в Штатах Штаты — это вообще моя мечта Я никогда не был в Америке И будет круто, если получится Уместить с марафоном Это получается Это вот Ну, я писал об этом тоже Когда мы ездили в Нью-Йорк И что у многих это мечта И все, так знаешь, оценивают Это что? Это детство Ну, кто вот в рост Там примерно мы одинакового возраста Это вот 90-е Там вот эти все боевики Или там комедии Один дома Это все очень сильно энергетически подковывает Когда ты приезжаешь Смотришь на эти небоскребы У многих, да, такая мечта А я приезжал такой без ожидания Знаешь, такой смотрю А, вот так И когда Central Park финиш Это, конечно, невероятная эмоция Ну, вот если говорить про Нью-Йорк Это очень сильно по эмоции Я не видел другого такого события Я в Испанию, когда попал Тоже был очень впечатлен Барселоной Все детство я играл в Tony Hawk Underground 2 И там была карта Барселоны И я вот эти вот все места Которые были в игре Я их объездил на скейте по городу И я просто прям был дико впечатлен Единственное, они на карте были все Скучкованы в одном месте А тут у тебя между ними еще район И приходилось поездить Но вот, да, есть такое А у тебя любовь к спорту получается с детства? У тебя какие-то экстремальные Ну, вот доска была Слушай, начинал я со спортивной гимнастики В три года Чего? Лет пять плавал Нифига Потом занимался лет пять прыжками в воду В момент, когда тренер сказал Типа, чувак, у тебя все получается Тебе надо ходить шесть раз в неделю Я перегорел В этот момент я перегорел с музыкальной школой Потому что это все совместилось Помимо этого еще был пятый класс И надо было учиться Поэтому я забил на все Вот, ну, еще играл в волейбол Баскетбол, во все, короче То есть такое активное детство? Ну, да Но я всегда любил экстремальные виды спорта Лет, наверное, десять Ну, чуть меньше десяти Прокатался на скейте Хорошо катался И уже больше 15 лет катаюсь на сноуборде Ого Ну, то есть ты можешь сказать, что вот какая-то Ну, как все говорят, там, база, не база У тебя все равно какая-то За счет активного детства Ты более-менее такой, ну, живой Двигаешься как-то Ну, живой Что не сам с дивана прям встал Живой, правильно сказать Но базы, как таковой, нет Потому что, да, я не профессионально не занимался То есть это были скорее спортивные секции Ну, наверное, как у большинства Хотя бы кто ходил на физкультуру в школе По физре, а что у тебя пятерка была? Пятерка, конечно Мы очень любили физру И даже приходили на переменах играть А в институте я открыл для себя волейбол Я любил еще играть в детстве в него Но он открылся для меня именно вот как спортшкола Потому что это была одна из немногих секций Которым я прям дико увлекла И я приходил в институт на четыре пары Одна из которых физра Но шел играть в волейбол на четыре пары Все остальные прогуливал Мы просто с друзьями угорали, тренировались Было круто Вы как-то играли там за группу, за факультет? За сборную института Даже так? А ты где учился? Мира О-о-о Серьезно? Что-нибудь выигрывали? Нет Ну просто Но со мной команда всегда проигрывала Не за нового уровня игры Просто как-то так складывалось И причем мы доходили до финала И вот прям не хватало чисто на мотивации выехать Талисман Так антиталисман Поэтому я завязал На самом деле я еще после института играл в школе Мы собирались с выпускниками, учителями И тренировали еще малышей Но потом со школы тоже не срослось Я бы с удовольствием поиграл в волейбол Если сейчас есть возможность Ты был либеро? Нет Нет Ну да Там у меня получалось лучше Да, потому что Нет, разыграющий не люблю Больше либеро Мне это нравилось больше всего Но, конечно, и в принципе В атаке я тоже играл Но там с ростом не очень у меня Но зато, да Там прыгучесть надо добавить Чтобы не пропустить следующие истории Подпишись на подкаст В Яндекс.Музыке Apple или Google подкастах Вконтакте или Ютубе Каждую среду и пятницу Там появляются новые выпуски И если тебе отзываются наши диалоги То можешь сделать два простых действия Чтобы поддержать развитие подкаста Первое Поделись ссылкой на понравившийся выпуск У себя в соцсетях И второе Напиши нам отзыв с комментарием Задай вопрос Или придумай тему для следующих выпусков Сделай это в Инстаграме Академии Марафона Или в Apple подкастах Скажи, что для тебя сейчас Вот участие в каких-то выездах Это ты рассматриваешь это как тревел Или ты просто вот как с Берлином было Поехал, отбегал, уехал Или ты стараешься зацепить сейчас Те локации, где ты не был Чтобы там еще остаться Потусоваться По неделю побыть, например Ну с Берлином это тоже тогда был тревел Просто очень короткий Я так-то город нормально посмотрел За 42 километра Ну а если говорить про другие там старты Или забеги То есть ты приезжаешь Ты потом можешь остаться там Я всегда так делаю, да Ну вот, наверное, единственный раз Когда я приехал в Берлин Просто тупо, чтобы сэкономить денег Я сделал его таким коротким Но я не брезгую старыми локациями То есть в Берлин я готов ездить Каждые выходные Мне очень нравится этот город Да, но, конечно, стараюсь Пытаться выехать в какие-то новые места для себя Просто они в какой-то момент заканчиваются Да, а что было еще из городов Вот немножко про туризм Если говорить про аэромены Там, где еще был Я ездил на десятку в Прагу Офигенный старт Я с женой запланировал поехать в Прагу И такой, типа, блин Наверное, там есть какой-нибудь беговой ивент В эти выходные Смотрю Это спонсируется Дидасом Звоню коллегам в Чехию Говорю, чуваки, нужен слот Тогда познакомился с директором гонки Всей вот этой их серии РанЧех РанЧех Учили говорить парни из Беквредина Я называю это РанГЗЕЧ РанГЗЕЧ Ужасный язык А как правильно? Чех Чех, чех Ну, написано КЗЕЧ, а я читаю КЗЕЧ Ну, может, по-чешски там как-то будет по-своему Ну, да И у меня была даже вот целая экскурсия Мы сходили в их офис Посмотрели РанБазу То есть коллеги меня там прям Это аналог, ну, если говорить про Москву Это беговое сообщество Да, они, причем, находятся Их офис на втором этаже РанБаза То есть они Так как Дидас является Старым спонсором этого ивента Они вот так вот объединили все это У них какие-то еще старты помимо Да, да, да Ну, соответственно, пражский марафон Какие-то там Карловы ВАРы Вот это вот все Ну, там нормальная серия То есть они прям по-разному даже городам А вот беговые клубы или что-то Ты знакомился с этим внутри? Ну, приезжая туда, ты говоришь Там есть эта история Адидас Раннерс, там была вечеринка Но я, честно говоря, отравился Когда мы с товарищем Севой Большаком Который работал в Сунте В Адидасе Мы снимали видео и тестировали гели Я захавал в районе 20 гелей Ну, по чуть-чуть, но подряд Вот, поэтому в Чехии я был немножко не в форме А вы бренды разные смотрели? Или один бренд и разный вкус? Разные бренды сравнивали между собой То есть там прям дикое месиво было Топ-3 по версии Андрея Старкина Я люблю СИЗ, честно Мне нравится то, что он не приторный То, что его не надо запивать Ну, и он вкусный А что ты альтернативное пробовал? Я все пробовал Все эти 20 гелей Но я реально ем только СИЗ Это какая-то Это не реклама Так, подожди, интеграция Мы еще не готовы к этим Ну, ладно СИЗ, да, в целом хороший Но тренд Ну, тренд А, мы его не пробовали Тогда его не было в России Нульбар Не зашел Не зашел Гу сладковат был Ну, Гу более-менее Но, в общем, мы даже арену тогда пробовали А, арену, кстати, сейчас Ну, сильно круче стали делать Вот прям ребят Но тогда у них было все плохо Тогда все плохо А сейчас они даже И они упаковку в целом поменяли Дизайн и состав какой-то другой Но видно, что все равно не дотягивает По химозности условно То есть они более химозные Но в целом, если говорить про повседневное Использование Какие-нибудь длительные Или что-то еще Очень неплохо А мы бегаем на Но тренде Гю, Джи Ю И, ну, СИЗ тоже Ну, СИЗ, наверное Это как вот такая популярная история И они такие жидковатые За счет этого, да, наверное Что их не запивать Не сладкости Не разбавлять Да, можно было бутылку залить Но нет Еще я много был Под Ironman Получается, под половинки Я ездил Чтобы не лететь на самолете Это вот, наверное, Барселона Был единственный старт Когда пришлось лететь А так закинул Я уже к тому моменту Нет, я еще не продал машину Машину я продал после Ironman Но она была настолько ненадежная Что ехать в Восточную Европу На ней было не вариант Вот Поэтому я брал в аренду И ехал просто С великом В Прибалтику Это был ОТП Половинка Ironman Офигенный старт И в Финляндии еще был Тоже старт Да, тоже половинка И еще был во Франции Это, да, второй старт Куда пришлось лететь Но я всегда беру машину И просто катаюсь Еще смотрю в страну А во Франции это где? Виши Виши Это центральная Франция И это август И там дикая жара И я... А плыть там где? Плыть в озере Там озеро? Да Ну, просто маленькое озеро А обычно же это открытая вода Именно какая-то моря Нет? Не, не, не Всегда Ну, вот и Финляндия И Отипи И Виши Это все озера Да И на самом деле Вот в Барселоне Открытая вода Была небольшим шоком Потому что был шторм Аа Вот Ну, я нормально к этому отношусь Мне даже было весело Но я не смог вбежать в воду С первого раза Меня выкинуло волной Я больше всего боялся Что сократят водный этап И придется еще раз Сделать Ironman Потому что сокращенный Ironman Это не Ironman Да А там получается Если ты не синхронизировался С волной То ты прутил В противоход Ну вот, да Так у меня получилось Меня выкинул Я такой, типа, черт Еще раз прыгнул Уже в волну Вошел нормально Было очень интересно Потому что Буев было не так много Как хотелось бы И в какой-то момент Ты оказываешься на волне А буй под волной То есть ты не видишь Куда плыть Такой, типа, ну окей Да, плыву дальше Потом там через 5 минут Наконец плыл Такой, ага Ты попал на волну И буй попал на волну Да, значит, надо быть туда У меня даже не очень много Получилось наплавать лишнего Но было прикольно Ну так бывает, что Там можно заблудиться Конечно Ну, это постоянно происходит Да Ну, я тренировался в озере В Крылатском Триатлетского озера За велотреком Да И поэтому, в принципе К открытой воде я был готов Ну, то есть ориентировался хорошо А ты это взял Ну, тренировки Ты кого-то тренера нанимал Приглашал Или ты по опыту школы Там просто такой Пойду поплаву Или по ютубе учился Школу забылось уже К этому моменту То есть, может быть Где-то подсознательно У меня что-то сидит Но плавая как бревно То есть, я могу выплыть Из 20 минут километр И все Это мой потолок А дальше надо ставить технику То есть, это 3 километра За час Да Ну, у меня получилось Сейчас 20 с учетом волн А, 4 километра Да С учетом волн С учетом всего Тяжело? Или там все-таки Ну, удается отдыхать Я просто с плаванием Очень далеко Я на объемах тупо выезжал То есть, у меня В какой-то момент Я вошел в такой раш Что я могу не тренироваться Прийти поплавать Три, там, пять раз Ну, объемно Первый раз пострадаю Второй раз будет легче На третий уже будет Но всегда вот Длинные-длинные Да-да-да То есть, интервалы Ничего это вообще Не, ну, интервалы были, конечно, в начале Но я реально тупо беру Всегда объемами Прикольно Ты не тестировался На беговой дорожке На велосипеде Ну, МПК Померили Вот это вообще нет Анализы к сердцу смотрел? Ну, да К врачу ходил Но, мне кажется Это было скорее для галочки Чем для чего-то серьезного Ну, то есть, так вот Глубоко не изучал Это перед Нет А ты считаешь важным Что вот нужно Если вот Айронмен полный делать То все-таки Желательно вот Понимать, что ты здоров И вообще Перед марафоном Там сделать какое-то тестирование Конечно, конечно Это важно Перед Айронменом Я сходил в клинику Чайка Сказал, мне надо сделать Айронмен Проверьте меня, пожалуйста А не течекап там какой-то, да? Ну, минимальный То, что входило в страховку И все Ну, я успокоился Я прекрасно понимал Что у меня там Если бы что-то было Я бы, наверное, это почувствовал Вот Поэтому я просто заставился Что все окей Ага Ну, вообще, да Это, наверное, такая Сильно важная история Скажи, как ты женат? Как жена относится Вообще к твоим всяким Вот этим увлечениям? Есть ли там Противоречия какие-то? Или она поддерживает Тебя сама? Может, бегает? Она меня поддерживает Она бегала сама На... Ну, в основном Это красочный Там, московский марафон Десятка Ночной Однажды на тренировке Она пробежала 17 километров Потому что у нее Было настроение на это Я уговорил на полмарафон Но она так и не согласилась пока Она поддерживает Но всегда, как я говорю У меня есть офигенная идея Поехать на Ironman Мне все говорят Ты что, дебил? Вот Но потом все нравится Потому что Ironman редко проводится В каких-то крупных городах Но Барселона Это, наверное, исключение И то это проводится В Калейле В пригороде Вот Поэтому мы смотрим Новые локации И иногда находим Очень крутые места Например, в Виши Мы жили не в Виши Потому что я поздно Купил слот И мы где-то 40 километров Оттуда жили Там был рядом гребень Из потухших вулканов Вот На который идет поезд Ну, в общем Мы туда зашли Заехали Потусовались там Ну, в общем Такие интересные места В которых я бы Стопудово никогда бы В жизни не оказался Ну, вот Разве что так Что она сказала Когда вы в Кению Намылились? Ежая Андрей? Ну, у нее не было выбора Там, на самом деле Я ее очень уговариваю Поехать в Кению Потому что По мне это пансионат Там всегда тепло Всегда комфортный климат Очень вкусная еда Дешево Добрые люди Ну, мне кажется Это прикольно Ну, она любит Такую экзотику Но говорит Что Кении пока не готова Расскажи бы чуть-чуть подробнее Как у вас вообще Мысль-то родилась В каком диалоге Как это творческое Ну, у вас же была задача Ехали снимать проект Вот то, что есть У Искандера на канале У тебя там во влогах Это Ну, как это вообще пришло? Слушай Мы с Искандером Еще после того Раза Когда он первый раз поехал Я как кандидас Поддержал его тогда И он, когда вернулся Сказал Блин, это надо ехать снимать Потому что это Вообще другая планета Вот С тех пор Все это погасло До тех пор Пока Получается, да До конца 19-го года Когда эта идея не вернулась снова И начала собираться команда Вот То есть К тому моменту Уже было понимание Что там происходит Из всех рассказов Искандера Что можно снять В принципе Сценарий мы писали заранее Но, естественно На месте Мы его обыгрывали Корректировали И переписывали То есть У вас была задача Снять сколько-то эпизодов Вы это расписывали примерно Понимали Что, когда Куда поедете И так далее Внутри Ну, верхний уровень Скорее, да Потому что Все в основном Происходит спонтанно Тем более На тот момент Не было известно Какая у него группа В куб группу он попадет И В общем План тренировок Тоже не был известен Ты доволен Этой поездкой Как творческая составляющая Так и просто Как экспертность В туризме Новые локации Ну, это фантастический опыт Учитывая, что Приходилось планировать Все эту поездку Сидя в кальянной Был уже декабрь Было холодно И вообще Ну, вот это немножко Конечно, другая планета В Африке До этого не было Как все получилось Я недоволен Потому что Как все видели Ролики вышли Где-то летом По-моему А я, кстати, не помню Когда Ну, они, в общем С большим опозданием вышли Из-за технических сложностей Вот И я рад, что они вышли Но все вышло не так, как мы хотели бы То есть Сам продукт Не очень доволен То, что произошло Этим продуктом Или Ну, сколько По-пяти балли Процессом Процессом недоволен А продуктом отчасти доволен Но можно было лучше, реально Ага Хорошо А можешь тогда Вкратце По годам Может быть Вот эту вот Свою историю С видеопродакшеном Со всей вот этой темой Околоспортивной Спорт-энтузиаста Вот эта движуха Слушай, родилось все в семнадцатом году Когда мы заканчивали контракт с московским марафоном Я начал думать, что можно прикольного сделать Потому что я шел в маркетинг Заниматься московским марафоном и атлетами И тут у меня отвалилась большая часть работы Я бы так назвал Я в новогодние праздники придумал проект Когда мы обгоняли метро Предложил его Adidas Но Adidas после долгих В общем, было не очень приятно Мы упустили время В общем, они в итоге отказались Об этом подробнее у ребят из Бег вреден То есть здесь Андрей уже возвращался к этому пятьсот раз Сделали этот проект Дальше что было? Сделали за свои деньги Да Понравилось Было прикольно Но надо было идти дальше Дальше мы У меня был уже пул проектов в голове Которые хотелось бы реализовать И на одной из тренировок с Васей Пермитином Мы просто катались на велике Ну это не тренировка А скорее просто прогулка была Я ему рассказал об одном из проектов И он говорит, типа, блин, есть же Антон Самохвалов Я на тот момент хотел Наташу Седых А она тогда уже была беременна И в общем, все не срасталось И Антон просто идеально подошел под этот проект Мы слетали в Швейцарию Поснимали его тренировки там Причем я предлагал прилететь к нему домой в Испанию Он говорит, типа, да не, есть место покруче Погнали в Швейцарию Мы прилетели дня на 3, 3,5, 4 максимум И были просто в шоке Когда мы взяли машину Это был смарт Четырех-пятиместный Ну четырех, наверное, все-таки он маленький С панорамной крышей Мы просто выехали с парковки Типа, а это что за кнопкой? Бах, крыша убирается просто вся И мы едем в этой машине Палящее солнце вокруг горы Голубые озера Мы были в таком шоке, что мы просто орали без остановки Это было очень красиво Ну и локации там, конечно, просто космос Со мной был один оператор И он консультировался по поводу Швейцарии Говорит, ну типа, как там снимать У своего коллеги, который уже там был Он говорит, да пофиг вообще Направь камеру куда угодно Там будет идеальный кадр В принципе, с Кеней такая же история И потом сам проект на московском марафоне Я его официально согласовывал с московским марафоном Чтобы нас не сняли с дистанции То есть они выводили нас из финишного створа Из вот этой вот санитарной зоны Куда нет ни у кого доступа Мы убежали на второй круг Но из-за того, что Антон За то, что Нина Зарина вела его в Ледвиле В гонке Он ее поддерживал Он ее поддерживал, да Они договорились, что он ее проведет на 2 Сколько там, 2,50 что ли? Нет, 2,40 даже Там 2,43 было Из мастера Ну вот, в общем, он прибрал на первом круге И на втором уже просто не хватило Каких-то эмоций на то, чтобы завершить Но мы договорились это сделать потом В этом году Но я даже не стал напоминать про эту историю Из-за пандемии Потому что был велик риск того, что старт отменят Как отменили у него МДС МДС первоначально перенесли на даты московского марафона Потом отменили Но я уже подумал, что, ну, слишком много переносов Каких-то волнений, отмен Он бы, наверное, пробежал сейчас Надо сказать, что, да Антон Самохвалов Это один из, наверное, быстрейших любителей триатлетов Во-первых Во-вторых, у него сейчас личный рекорд на марафоне 2.33 И там что-то час 15, может быть, половинка В общем, это мой тоже хороший приятель Уже там с 2015 года мы с ним общаемся И история была в том, что он хотел пробежать Ну и вы в рамках этого проекта Марафон московский два раза За лимит шести часов одного марафона То есть из трех часов была задача пробежать каждый марафон Получается 84 Километра 400 метров И еще вот эта вот наценка за каждый километр 10 метров Вау А и пробежали в итоге 50 Не-не-не, меньше Мы только выбежали из Лужников И начало сводить задний у него Это, наверное, километра 44 При этом Антон, вот я не помню, в том году Он бежал в Ледвилл Но он не финишировал тогда А, в 18-м финишировал Нет, это в 18-м он, по-моему, или в 17-м не финишировал Мы же снимали в 19-м, да, в прошлом году В 19-м, в 19-м он его финишировал А, в 19-м он финишировал За месяц до нашего вот этого Там было 100 миль, это 160 километров 100 миль, старт, по-моему, на 3 500 Там еще какой-то космический набор В общем, ужасная гонка Ну, то есть он, ну, немножко Он просто недовосстановился технически Если вот брать Антона вот в такой В вакууме условно Когда он готов, он пробежит Ну, я думаю, что это реализуемо Но это круто Это и так реализуемо, если бы он не перебрался Ниной Зариной То есть если бы он бежал из 3 часов Чуть-чуть, там, за 2.50 А вот тот результат, я помню Что-то это было для Нины Это было по мастеру То есть из 2.45 это 2.43, может быть Вот в этом диапазоне Но это прилично То есть это из 4 минут Это надо наваливать А 3 часа чуть-чуть из 3 Это 4.10 Это, ну, для него это просто там Два раза дайхард сбегать Условно по 4 Слушай, я еще помню, что была плохая погода Был дождь Да, да, да И я, честно говоря, когда Антон финишировал Подумал, блин, я бы, наверное, второй круг уже сам бы не финишировал Потому что был дождь Я ехал на велосипеде, на фиксе И этот подъем на чистых прудах Я там вообще плевался ужасно А ты всю дистанцию Конечно, я его сопровождал Координировал всех операторов-фотографов Тогда у нас было 3 оператора Один фотограф Или два фотографа Один Вот, и я координировал, где мы находимся сейчас Куда надо бежать Потому что каждый из операторов закрывал свой сектор Кайф А вы согласовали это все с Димой Тарасовым? С московским марафоном То есть вы бы там У вас бейджа какие-то Бейджа не было, но Все знали, что вы Все знали, что нас не стоит выгонять Прикольно Погоди, не, были бейджи пресс Ну пресс Да, но я просил организаторские нам не дали Что там же от статуса зависит Куда ты можешь заходить Да, да Какие локации Хорошо, а этот ролик где у тебя на канале лежит? Этот ролик лежит у меня на канале Ссылочка в описании Ссылочка в описании Да, мы добавим, потому что Этот есть ролик, есть с Кенией Что-то еще было? Да, конечно было После этого ролика, соответственно, появилась Кения Потом появилась Киргизия Потом должен был быть Кисловодск Но тогда уже бомбанула пандемия на все сто процентов И мы просто в последний момент не взяли билеты Потому что могли где-то подвиснуть на две недели И я понял, что у меня на этот год отваривается куча проектов Чем бы вообще заняться? Начал думать, что надо как-то запечатлеть пандемию И мы придумали проект, когда Леша Бертсерк бежит в марафон В костюме, в котором врачи находятся в красной зоне О, да, это крутая история Но он даже стрельнул На двух каналах он появился Хотя до этого мы были только на 360 Ты про телек говоришь? Да-да-да, только первый ролик у нас залетал на телек Хотя мы всегда делаем рассылки по всем там СМИ А вот с Антоном или какой залетел? С Кольцом А, еще тот самый первый Да, самый первый Этот проект появился уже на двух каналах На Чемпионат мы его закинули Но я думаю, что здесь Леша сделал многое Потому что его все знают Ему бородатое лицо Охватный мальчик Мы хотели пробежать марафон Но в этот день было дико холодно Шел дождь просто проливной И в какой-то момент мы поняли Что, ну, наверное, лучше ограничиться полу марафона Вы там внутри коммунарки где-то снимали? Нет, нет, нет Мы поехали в секретную локацию в Подмосковье Где просто красивая такая Угнетающая весенняя природа была Почему секретная? Потому что товарищка Ну, я предложил поехать к нему на дачу А он сказал У меня есть офигенные места Я вам все покажу Но ты об этом никому не скажешь А, все Значит, есть такая локация, где красиво В ближайшем Подмосковье С нетронутой природой, да А, ну, это что? Это именно природа? Или какой-то постапокалипсис? Не-не-не Это чистой воды природа Поля, леса, речки В общем Ну, ладно Не будем популяризировать Но есть и такое в ближайшем Подмосковье Прикольно Потом у меня был проект С фармацевтической компанией Мы делали им бренд-компанию Для того, чтобы показать Что за своими суставами надо ухаживать Это с Митяевыми, по-моему С Митяевыми, да И Прилет Бертиерка И Степа Киселева Мы для них делали контент И, в общем, нехило качнули им Инстаграм Вот Ну и круто поснимали А это что? Это какой бренд? Нас можно про любые говорить Это репортлонг Ага Уколчики в колене Тяжело продавать Это не кроссовки, да Это все законно, легально Все законно, легально, да И рекомендуют тем, у кого есть травмы Подозрения на травмы И даже для профилактики А Это какой-то препарат? Синвяльная жидкость Синвяльная жидкость Восстанавливается А Ну это вот когда на морозах бегаешь Чтоб не замерзало Хорошо А знаешь, что я помню? Ну я тебя видел физически Даже на том же московском марафоне Или на И на половинке, по-моему На половинке тебя точно видел? На дистанции? Когда ты делал Таймлапс Что это за прикол? Для себя просто? Это было для себя Я на самом деле На тот момент Подрабатывал в московском марафоне И подумал, что типа Ну раз я буду всю дистанцию На точке находиться Все время Которое будет проходить забег То почему мне поставить там таймлапс? Ну не сложно же Вот Ты просто смонтировал Все вот это время Которое там было? Да Просто в кусок там Ну да Ну я просто на самом деле Считаю, что если у тебя есть возможность Подснять какой-то контент То почему бы этого не сделать? Вот Андрей Асташкин Человек-контент Кроссовки считал в тот момент? Нет? Не было задачи Не, ну посматривал, но не считал Что сейчас так субъективно На твой взгляд Что популярнее? Из брендов? Да Ну понятно Есть статистика А вот тебе бросается Я просто знаю всю статистику Начиная с 13-го года Ну блин Нет Тут тяжело А про 20-ый знаешь? Конечно Статистику Вы получили? Я не помню Конечно, все получили Ну по традиции Чаще всего лидирует Асикс Адидас откатился На третье место Найки Найки выше Чувак, про Ньюбаланс Скажешь Ньюбаланс В этом году Откатился ниже Чем в прошлом Но в прошлом году Была прям Жесткая цель О том, что надо Качнуть шукаунт И все, что делалось В течение года Все мероприятия были на то Чтобы поднять его вверх Шукаунт Это количество финишеров В кроссовках В кроссовках В Адидасе Это называется Буткаунт Вот Мы немножко откатились Но по понятным причинам Расскажи про хронологию Теперь немножко про работу Сколько ты в Адидасе провел? 7,5 лет Начиная с инженера Да Сетевого инженера Потом ты Как это помощник маркетинга Какой рост там был? Как это было? Пришел на стажера Потому что я еще учился В институте И в Айти я вырос До специалиста Сетевого инженера Потом перешел в маркетинг И там стал старшим специалистом По спортивному маркетингу И потом просто В течение всего периода Менял активности То есть помимо там спортсменов У меня был московский марафон Активация в парке Горького Которая была два года Там была огромная база Я отвечал там тоже за бег Активности Адидас Раннерс Компания, когда мы взяли Мини Купер И поехали по городам Чтобы показать Как круто тусоваться в Москве Показать это в регионах Мы съездили в Казань С музлом, по-моему С музлом, да Мы делали точки поддержки Вечеринки В общем, все, что полагается В Казань, в Питер И в Сочи мы съездили тогда Вот Со спортсменами Ты, наверное, один из первых Так вот начал активно работать Вообще в России Ну, в рамках Адидаса И в целом, наверное До меня была команда Которая работала со спортсменами Но для меня вот То, откуда я, скажем так, пришел Откуда я черпал вдохновение Это экстремальные виды спорта И я видел, как это происходит В Рэдбуле И постарался, да Максимально все это сделать В рамках Адидаса У нас даже был атлетский саммит В 2016 году Мы поехали на базу Александра Легкова В Пересвет Организовали мероприятия Для атлетов Круто потусовались Провели конкурсы Некоторые ребята Впервые стояли на коньках А там надо было пройти Полосу препятствий С шайбой Миша Гурков, по-моему, Первый раз стоял на льду Мы катались на серфе Плавали Какой-то еще конкурс А, на лыжах Ну, то есть у нас был Полноценный биатлон Ну, и, соответственно Одна из команд победила Потом круто потусовались Но потом мне больше Не давали бюджет На это мероприятие Ну, вообще, в целом С следующего года Начали урезать бюджеты Но это окупалось Вот эти все активности Как ты мог оценить Если с маркетинга Спортсменская активность Никак не окупалась Это для поднятия Командного духа И вообще Мы в рамках этого мероприятия На второй день После того, как все потусовались Провели некий лекторий Где рассказали о ценностях бренда О том, что мы делаем Кто за что отвечает Ну, в общем Как себя позиционировать Да, это все пошло на пользу Мы даже Сашу Легкова Позвали для мотивации Он выступил Все с ним фотографировались Девочку из Red Bull Которая отвечала за СММ Ну, короче, в общем Было полезно Прикол А Легков он к Адидасу Имел отношение? Да, Легков Был подписан глобально Адидасом До вот этого вот Все разбирательства И до сих пор Я является хорошим другом Вот, кстати, про глобальность А вот если говорить Про российских ребят Ну, тот же, например, Ренас Про него знают В центральном офисе Что это вот атлет Адидаса Конечно, конечно Мы отчитывались регулярно Об активностях Которые проводим Для глобального спортмаркетинга И, естественно Я их периодически задалбывал Своими всякими запросами Потому что, например Был год, когда Ренас Это, по-моему, 18-й Европа? Европа, да Пятерка Европа, пятерка И он тогда был на сборах В Португалии Или это был следующий год Не суть Он был на сборах в Португалии Говорит, я тут собрался Кросс бежать А у меня шиповок нет Можешь мне помочь? А старт был там Меньше, чем через три дня Кросс в смысле Забег Ну, какой-то старт Чемпионат Европы Или мира тогда был по кроссу Европу Да, Европу Скорее всего, да Вот И я ему организовал Через коллег Ему в отель На подушечку положили Эти шиповки В которых он бежал Так что, в принципе Коллеги были в курсе Но, конечно В масштабах Глобального бренда Их результаты, конечно же Сильно ниже То есть они для рынка Очень ценные О, кстати, да Но про Европу Все оценили То есть, когда Ренас показал Такой результат Даже в Глобле Сказать, круто Там что, седьмое место, по-моему? Седьмое, да Ну, и это один из лучших результатов За последнее время Ну, и то, что он был Наверное, да Лучше Лучше, потому что Один из немногих Потому что, да Он единственный Кто бегал вообще На дорожке тогда Был еще один из проектов В девятнадцатом году Когда мы делали Реконструкцию Нашего главного магазина На тот момент Адидасовского Это Девятьсот пятого года Олимп Тире Красная Пресня Я в рамках данного проекта Отвечал За Активацию У нас было Четыре дня Всяких вечеринок Три топовых пианисты Выступали Были там Покрас Лампас Всякие блогеры И так далее И так далее И это одна из Топ-3 реконструкций В мире В Адидасе В девятнадцатом году То есть это прям Было глобальное событие Ого Реконструкции А как это оценивали? Просто по масштабу Магазина То есть это не в плане То, что ремонт стоил дороже А именно ценности Магазина Реконструкция была Это вообще один из Главных проектов года был Он крутой Знаешь, как еще было Взаимодействие Мое с Адидасом Не знаю Твое ли там было участие Сидел ли ты тогда Это шестнадцатый год Мы с Леной Калашниковой Лену Калашниковой То есть она как-то взаимодействовала Тогда Нет Кто-то из коллег Скорее всего, это бренд-команда Бренд-команда Это было Что там было? Это было осенью Мы летали на эстафету Ницаканы И нам Нас экипировали Немножко Адидасом Честно, первый раз Слышу про этот проект Это не было Как в рамках проекта Это просто Она там Как-то Ну, получили мы Какие-то серии Что-то вроде блогеров Я думаю, да Это бренд-команда Типа блогеров Я был на все 100% в 16-м году Увлечен только спортсменами И только московским марафоном И даже когда ушла моя начальница В августе 16-го года Я ребятам в команде Сказал, типа Чуваки Сори, я остался один У меня московский марафон Поэтому Ну, там По возможности Буду стараться отвечать На ваши запросы Но понимаете Что не всегда могу быть на связи Вот и тогда Нас немножко Ну, как ты это любишь говорить Посидели Нас поддержали Именно экипировкой И, ну, мы потом Мы четвертое место Из тысячи команд По-моему, заняли И прикольно было Даже какие-то публикации Что-то еще делали Сравнение Российских атлетов К вопросу про атлетов С точки зрения Охвата И медийной составляющей Как ведется Инстаграм у нас В Европе Если говорить про Адидас-атлетов Например, тогда Когда ты к ним Имел отношение Наши как Выделяются Или Очень так Посредственно Все Слушай, ну, каких-то гайдов Глобальных Как атлет должен вести Ну, там За исключением, наверное Упоминания брендов Конкурентов Ну, вот эти вот Стандартные все шаблоны А так Ничего такого нет Понятное дело Что мы стараемся Выехать За счет Релевантности Их для нашего рынка Плюс Естественно Компенсировать Недостаток Результатов На глобальном уровне Их охватами Вот Но у нас охваты Выше у ребят Если сравнивать Кого-то из тех Ну, такого же Ну, нет Понятно, что нет На уровень Именно Брать вот наши Есть Лайлз Лайлз Суперкрутой чувак Суперактивный Но все остальные Да, скорее мертвые Чем живые Это вот такие самородки Вроде Искандера У которого, в принципе Когда мы только начинали Инстаграма толком и не было Да То есть он прям Переродился Рост на ваших глазах Экспериментировал Пробовал И все это Шло только в положительную сторону Есть просто те Кому не дано То есть я реально Пытался заниматься Некоторыми из ребят Наверное, не буду говорить кем Или, наверное, можно сказать Ну, как хочешь Ну, с Рыбаковыми Было тяжело, конечно Они суперкрутые ребята Если с ними поболтать Они увлекаются Мотокроссом Там и про снегоходы Могут поговорить В общем, очень интересные ребята Но, к сожалению С соцсетями у них не очень Вот Это был эксперимент И он провалился А кемеровские ребята? А ты сейчас знаешь Многих отсеяли Вот по последним данным Вот когда Искандер начал И когда там Бренд в целом Бюджет сократил Остану соединиться На следующий год Все, понял Я в курсе всех тем Переключаемся на другой бренд Теперь с 19 Когда ты приступил? В 20-м году Да, я из Кении прилетел Немножко потусил в Москве И потом вышел на работу Небаланс Еще после этого Слетал в Киргизию Потому что уже были договоренности В общем, велось все активно Там в целом та же история То, что, кстати, Маша была Евдокименко у меня в гостях уже И она большой тебе привет Передавала Маша тоже из прямого эфира Привет Да Это именно Она тебе всегда отзывалась Как о человеке Который ее вдохновлял И с большим опытом Именно с точки зрения Работы с атлетами Когда она в Рибаке это делала Вот она говорит Андрея Сташкина Ну, это кайфовый тип Очень опытный Я вдохновляюсь его Всякими историями Ну, я думаю, ты послушаешь Я тебе специально пришли Этот кусок Потешить Эго Так, с Ньюбалансом Мы как-то запустили Эту историю В осень И вот с Машей как раз Собрали ребят Команду У тебя какая была задача На что ты приходил И что сейчас Спустя там Ну, почти год В взаимодействии Слушай, ну Приходило на спортсменов И на корпоративные Беговые клубы Но по факту Работа у Джамилька Это дистрибьютор Которому принадлежит Ньюбаланс в России Это работа совсем и везде То есть Там пиар И СРМ В общем, все это валится Помимо классических задач Спорт-маркетинга Как ты можешь Ну, можно ли вообще сравнить И как ты можешь сравнить Вот именно Команда Команда, да Ребят То есть это немножко же Другие ребята Ну, и по стилю Может быть И по отношению К соцсетям Или все то же самое Как в Adidas Это радикально Другие ребята И если честно Ну, я же следил за всем И вот когда команда Собралась Я немножко не понял Оно значение Вот Работа в бренде Я присмотрелся К некоторым ребятам Большинство из них Я, естественно, знал Процентов 90, наверное Ну, они крутые Обидно было, знаешь Что с Ну, я так когда Смотрел на это все Когда спустя полгода Ты только узнал Что есть гайды Которые мы там делали Ну, слушай Вы сори Нет, тут никому Нет претензий Обидно, что Такая дискоммуникация Там в какой-то момент Произошла Да, есть дискоммуникация Но я думаю, что Удаленка сыграла Свою роль Потому что я С учетом полета В Киргизию Проработал, наверное Недели две или три В офисе А потом мы ушли На полную удаленку До сих пор У нас просто были Разные стратегии В Адидасе Когда я приходил Была тоже команда любителей И людей, которые нацелены На любительские старты Ну, была задача Просто выиграть Там московский марафон Азырянов был И команда Потом я начал смещать Фокус в сторону профессионалов И в конце у меня Начали появляться Уже Технические дисциплины Сначала там появились Барьеры Потом появились Вот как раз Прыгунные с шестом Ты подписал Матвея, да? Матвея, да-да-да Вообще гениальный чувак Очень обидно Что у него Вот В общем Не оценили этого в России Вот, я думаю За ним большое будущее Он переехал Да, он переехал В Белоруссию В Минске живет Помимо того, что Он теперь пишет рэп Он еще может Обыграть Мондо Да, я делал ставку На Олимпиаду Двадцать четвертого года Им Так, хорошо Сместился акцент На техническое А стратегия в Джамильк Тогда По поводу ННБ Ну, это скорее Все-таки Меньше профессиональный спорт Хотя В какой-то степени Я сейчас хочу Сделать небольшие перестановки И добавить Немножко побольше Профессионалов Потому что Света Оплачкина Вообще Прекрасная девочка Я, кстати, очень обиделся Что она Ничего мне не сказала Я ее сидел в Адидасе И она вот так вот Просто взяла И перешла в Небаланс А, в тот момент? Да, да, да Я ее сидел нормально Прости Это наши диалоги Наверное Это влияние типичного И то, что Артем Из Барнаула И вообще Из Алтайского края Наверное, это тоже повлияло Светы очень все довольны Вот Но, тем не менее Команда Немножко направлена На другое Все-таки Больше любительские Вот эти вот ценности Но есть вот это Что мы Изначально С Машей Закладывали И вообще Бренд То, что в Европе Транслят Немножко рок-н-ролла Все-таки В этих людях Ну, как минимум В типичном есть, да Щеблыкин Щеблыкин Вообще полный восторг Я уже в предыдущем подкасте Говорил, что у него Мало подписчиков И мы ему нормально качнули У него там человек 600-700 прилетело Вову Я жду Вову Очень крутой чувак Пока приедет У нас с ним там тоже По расписанию все стоит Он рассказывал про это Потому что Вы уже очень давно планируете Но я хочу Сейчас, если мы дотерпим Может быть, пораньше Запишем Онлайн У него есть тоже Качественные микрофоны И сделаем это В хорошем качестве А поэтому Ну, Zoom И вот эти все встречи Мне немножко надоели В какой-то момент В онлайне Поэтому все физически И здесь Про контент Раз ты любишь контент Что сам потребляешь Из аудио-визуального Ну, во время тренировок Или Может быть, подкасты Не подкасты Как у тебя с этим вообще? Я не люблю подкасты Ну, это просто Либо ты принимаешь Либо Ты не принимаешь Я люблю слушать музыку Но бегаю я в тишине В Мещерском лесу Чтобы наслаждаться природой Вообще без гаджетов Ну, когда даже Тридцатки бегу Всегда Наедине с собой А музыку В какой обстановке? Дома всегда Просто подругаюсь Стараюсь Я сейчас купил колонку Алиса Поэтому я с утра встаю И говорю Алиса, включи мне Что-нибудь там такое Вот У меня музыка практически Все время дома играет Ну, когда у жены нет конфколов Или у меня нет конфколов Я стараюсь забивать Фир этим А из контента Ну, просто смотреть Там какие-то шоу Или что-то еще Во время там Поездок Тоже музыка? Нет Почему? Музыка это одно Смотреть Ну, иногда Есть лайвовые концерты Которые хочется посмотреть Раньше это было под пивко Садишься И включаешь Какой-нибудь лайв Там Индонингтон Я смотрю Всяких Автоблогеров Просто Тупо Очистить Наверное голову То есть я ничего Просто в тренде Такой Не, ну у меня есть там Типа академика Мне нравится Но я не преследую цели Знать все про тачки Мне просто вот Хочется что-то посмотреть Просто Не думать ни о чем В формате шоу Которое вообще не имеет отношения К профессиональной деятельности Да, или что-то еще То есть спортивное Ты, наверное, не смотришь Да я даже сходу не знаю Но вот сейчас Всплывает в трендах Чувачок, который Там с прыжками в воду Заморачивается Известный блогер Но мне, если честно Это не нравится То есть про тачки Это кайф В тачках я Ну я люблю Разбираюсь Но это реально Не забивает мою голову Ничем Хорошо Хорошо Ну интересно Что ты говоришь Что музыки много А когда с группой Тема вообще родилась И что это Расскажи вкратце То есть это Ваша любительская Сначала тогда начинается Это сильно далеко Это был, да 2017 год Ну вообще Как я рассказывал В начале эфира Я почти закончил Музыкальную школу Да, я рассказал Да, я рассказал Что ушел За полгода до конца Я закончил почти По классу фортепиано Вот У меня все очень хорошо Получалось Меня тоже перевели На шестидневку Шесть дней подряд Ходить в музыкальную школу И я тогда не выдержал Женщины плакали На выпускных концертах В общем Мог бы стать пианистом Крутым Но не стал Жалею, что не закончил Но, наверное, не хотел бы Связать свое будущее Именно с профессиональной игрой На фортепиано Ну потом появился рок Всегда Это получается 2007 год Десятый, наверное, класс Я купил гитару Потом еще подсадил Кучу друзей Мы сделали небольшую группу Начали играть Какие-то там Каверы Сидя дома И потом Я позвал Как раз своего друга детства Который потом работал В Адидасе Он закончил музыкальную школу Очень талантливый музыкант И с ним Группа начала расти То есть мы там Сделали рокировки И дошли до того Что записали первый альбом Выпустили там Перед этим пару Синглов Записанных на студии Профессионально А альбом мы сделали дома И я считаю, что это Большое упущение Потому что мы Так как не были профессионалами Просто типа Ну звучит классно и классно Там гениальные вещи Но звучат они сейчас Не классно То есть Достаточно старомодно И непрофессионально Вот Хотя музыка была реально крутая Альбом The Scopes По-моему ВК А, нет Shine the Color Он называется 2012 год Я его недавно залил Во все сервисы Можно послушать А группа как называлась? The Scopes The Scopes Да Прицелы? До Extra Citro Да Начинали мы как Purple Mind Потом Два раза мы меняли название Но закончили как The Scopes А потом началась работа у всех Институт Это были последние курсы Но в общем Всем было не до этого Поэтому мы распались У нас шел барабанщик И мы поняли, что продолжать Уже как-то Не комильфо Как родилась Extra Citro Я сделал Ironman У меня освободилось Немножко времени И Ironman был То ли 6, то ли 7 числа 18 года В октябре В Барселоне А 20 числа День рождения Группы Extra Citro Вот То есть я вернулся Поехал к дяде Попить пивка Он у меня пивовар Делает еще там виски Ну в общем Любит вот это вот Домашнее все производство И по дороге домой Я слушая музыку В электричке Понял, что Надо как-то разгружать голову Надо немножко отдыхать От этой работы От тренировок И понял, что надо Возвращаться к музыке Позвал этого товарища Талантливого Талантливого, да Еще одного Уже другого товарища А в момент конца The Scopes В 12-м году Я начал играть на барабанах Вот К этому моменту Уже приобрел определенный скилл Мы много выступали С группой Ади Ади Что-то там Ади было А, Сурис Трэйвс Бэнд Это корпоративная группа Адидаса Которую мы сделали И выступали на корпоративах Там реально Был мой самый крутой Бэклайн вообще Эва Мы выступали на Баскетбольной площадке В ЦСКА То есть прям как В американских комедиях Там просто такой звук Был гениальный У меня тогда не было Уровня игры Еще Даже вообще Да у меня и сейчас Нет уровня игры Для вот той площадки На которой мы играли Это был просто Фантастический звук Мы начали играть Быстро сочинили Песню первой Она есть на нашем первом EP Первой Она четвертая по счету Вот Первой Потому что она была Придумана первой Вообще группа задумывалась Как отдушина Вот Но в какой-то момент Мы поняли Что получается неплохой материал Что в принципе Его можно записывать Попытались это сделать дома У нас была квартирка На университете Мы пытались из нее Оборудовать студию Но потом просто поняли Что лучше платить бабки И делать это все супер круто Вот Поэтому сейчас уже Вышел второй альбом Ну и конечно Деньги улетают в трубу Только так Примерно по 100-150 тысяч Только на запись уходят Ого А есть сейчас какой-то Денежный профит С сервисов Вот со стриминговых Да Есть Копеечки Трек первый Инструментал Отлично выстрелил в первые Там по триместрам У нас тогда неполный триместр Был после выхода альбома И он был в ротации Не помню Два с половиной месяца Ну в общем Как-то так И он набрал 55 тысяч прослушиваний В Ирландии Чего? Это как так? Ну вот так вот выстрелил У них на ютубе И вот за счет ирландцев У нас был самый большой доход Суммарно С учетом России Это вышло 18 евро Ну минус комиссия За все вот это Конечно Запись никак пока не окупится Но мы реально Думаем над маркетингом К сожалению В музыке нет протопных дорожек Нет Если мы писали рэп Конечно было бы попроще Это сейчас в тренде Но у нас немножко Отчасти старомодная музыка Которая в принципе Ну имеет свою аудиторию Вот Но просто непонятно Как это все распространилось Чем ты вдохновлялся? Это P.O.I.D. Лимпкин пак Лимбискет Нет? Это на что похоже? Ну Трек первый Опять же Вернемся к нему По мне это вообще Очень близко к Deep Purple А Настолько Ну я вообще Слушаю очень старую музыку Мне почему-то по типу По образу Когда я не слышал Ну я Кусками слышал Ну тик-так Тик-так может быть похож На лимбискет Да По твоему образу Мне кажется Такой рок То есть такой рок Должен Слушай ну Я начинал вообще Вот это еще не говорил Ни в одном подкасте Вообще Наверное даже скрывал Начинал я После того как Слушал рэп Ну именем И все Вот это вот В пятом классе Я начал слушать Рок с Nightwish Ой вот это круто Вот они прикольные Особенно старие Ну я не могу сказать Что я до сих пор Все это слушаю Но альбомы старие Иногда прям вдохновляюсь Так прикольно было Ну там прям Вот мне нравится До сих пор Вокал Я тоже люблю Я тоже люблю Потом меня Начало кидать Вообще В старину В недры Откуда все это возникало Одна из моих Любимых групп Это Black Sabbath Наверное Там типа В топ 3 Входит И дошел я Вплоть до Всяких там Dying Fittus В общем Это было очень тяжело Brutal Death Metal А что про русское Про киша Например Я не люблю Русскую музыку Я не люблю Понимать о чем поют То есть Если тексты на русском То ты как-то Начинаешь В это что-то вникать То есть тебе скриптонит Должен заходить Из Рэп Если говорить На самом деле Если уж Возвращаться К современным Вот этим штукам Я сейчас ехал И слушал Последний альбом Славы Марлоу С Моргенштерном Который И вообще Обоих их Особенно Слава Марлоу Я считаю гением Славу открыл После Дудя Или ты знал Нет, да, да Я еще когда узнал Про Моргенштерн Еще на тот момент Славы не было с ним Но короче Вот оттуда все это узнал Блин, он вообще Очень гениальный чувак И вот этот его альбом Я не люблю такой Вот этот кальянный рэп Он специально же делал Да, да, да Они открыли Вот этот Сундучок С золотом Пандора, да Ящик Пандора Но он Настолько мелодичный Я прям реально Вот Я сейчас поеду обратно В метро И буду опять же Слушать его У меня весь день на репите А ты не смотрел Не подписан Ну что-то из этого смотрел Да, да, да Как он эти биты Очень круто Гениальный чувак Слава Ну Слава Слава, что ты сделал Вот А так я в принципе Достаточно разносторонний Стараюсь слушаться Разную музыку Ну вот поэтому И Моргенштерн Так всплыл неожиданно Хотя начинали бы с рока Да, с рока Интересно Из последних групп Которые наверное Года два назад Да, как раз Поездка Сергей в посад к дяде 2018 год Грета Ванфлит Если слышал таких Это Лат Зеппелен Только им 20 с копейками лет И вокал сильнее Чем у Планта То есть Ну для меня Это прям Вау Надо вернуться к этому Видишь у меня Тоже акценты На старый рэп Типа я до сих пор Слушаю касту И переслушиваю Наизусть Там Децела Разного Ну Децел топчик Децела я тоже слушал Последний альбом Как раз Который в 2018 году Кто там у руля Вот это Когда он там Философии немножко добавил Тоже сильно Что бы ты себе порекомендовал туда Когда ты только начинал Там в 13-й год Я бы не стал рекомендовать себе Найти сразу тренера Мне в принципе все нравится Как у меня прошло Ну то есть Эти травмы Которые у меня были Они дали мне опыт Ты продолжаешь сейчас Побегивать Ну по 5 километров 150-70 Объем в месяц Самый хороший объем Готовишься куда-то Есть какая-то цель Я бы хотел пробежать Ну да Я на самом деле Хочу кардинально Поменять свою жизнь Одно из этих изменений Это наконец Разменять 4 часа на марафоне Так Но я хочу сразу Закинуть на 3.30 Хорошо Вот поэтому 3.28 Возможно в рамках Дайхарда придется На тренировки Это все выбегать Потому что с мероприятиями Не очень много А до сентября Там Ну в общем до конца года Я думаю Мне не хватит На таких объемах Ну потому что я волнообразно С сентябрь 21 Да-да-да Поэтому я думаю Что это будет Может быть даже зимой Но скорее весной Когда начнет все оттаивать Ну вот когда они будут Там по 40 бегать Да-да С ними встанешь Ну да Пробежишь Я кстати знаешь Какой момент Ты сейчас вспомнил Из Дайхарда Как раз мы бежали То ли в 18-м году В конце То ли в 19-м начале Когда такая Март не март был Что-то такое Слякать не слякать И ты встал с нами Бежал Мы с Антоном бежали Я по-моему Разговаривали И ты такой Блин пацаны Так я уже на половинке Сейчас рекорд поставлю Подуставший немножко До моста как раз добегал И я такой смотрю На это все А Андрюха прям Ну очень терпеливо ждет Ему говорят Да сходи Ты такой Да нет Я добегу Не-не-не На самом деле Меня Антон замотивировал Подбадривал И ты в том числе Да-да-да Я хотел сойти еще В парке Горьком Да-да-да Ну а на самом деле Мне не нравится Вот это забегание По ступенькам Оно ужасное Но тогда я был близок У меня там что-то 43 С чем-то получилось А личник на десятке 42-30 по-моему А ты можешь сказать Что вот эти вот все Массовые такие Ну Дайхард Конкретно Дайхард Он сильно Уровень любителей Поднимает сейчас Конечно Это такой клан Дайк Откуда будут появляться Тишакины и компания И прочие ребята Да Ну он же тоже Раньше был Простым парнем Который по-моему Там что он Марафон пробежал Но он достаточно быстро Не половинка Час 11 Там час Не-не-не До того вообще Как все это началось Ну в общем У него была какая-то Из дистанции Достаточно быстро Для человека Который особо Не увлекается этим Вот и Дайхард Его вывел Я бы с ним подписал Контракт Находясь в Адидасе То есть До такого уровня А я между прочим Мы это не обсуждали Но я его звал В Нью Бэланс В начале этого Я его тоже звал В Нью Бэланс В начале этого года Я звал в начале Нашей истории Как раз под Нью-Йоркский Марафон Он должен был Там бежать А поехал я Антон Извини Ну на самом деле Просто не получилось Хорошо А что ты можешь Тогда Вот себе порекомендовал Ничего не менять Все кайф А новичкам Вот со своего опыта С разного опыта Ты можешь Какой-то Ну такой Подсказочку Закинуть Если вот кто сейчас Только начинает И слушает наш подкаст Что бы ты сказал им Им бы я как раз Наверное сказал Все-таки Слушайте тренера Потому что у меня Были спортсмены Которые мне что-то Подсказывали Собственно говоря Мои проблемы с коленями Решил не врач А Ренас и Вася Пермитин Потому что мы После бассейна Поняли что Вроде ударной нагрузки Не было А колени болят Вот И просто Я начал Раскатывать сгибатели Активнее Вот Ну да Естественно На мышцы стабилизаторы И в итоге закачался Ну то есть Если нет тренера То найти тренера И под Уже Его слушать Более внимательно Да Потому что Возможно Наткнуться на Те грабли И Вас так может Не пронести Как меня Вот Можно реально Лишиться Каких-то менисков У меня есть товарищ Который Играл в футбол Оторвал один ахилл Год лечился Вышел играть в футбол И на первой же тренировке Оторвал второй ахилл Вот Это прям Мне кажется Боль Но он сейчас бегает И мы с ним Даже Я его протащил В прошлом году Кеннадр 17-18 Мы бегали Вот В общем Для любителя В принципе Есть перспектива Это очень хорошо Человек без двух ахиллов Это конечно Такой уровень Интересно Ладно Хорошо Давай в финале Ну вот таким По философству В целом Про беговое движение Тебе нравится Что сейчас происходит В России В Москве Да Мне все очень нравится У меня даже есть Идеи с контентом Именно направленным На то Чтобы Как-то запечатлеть Эту историю Как Вехи такие Ну да То есть это скорее Историческая документалка О Кайф Ну и плюс На самом деле Я много фотографирую Поэтому у меня есть Неопубликованные кадры Из Кении Из Киргизии Это все в таком Тоже Архиве хранится Который когда-то Может быть превратился В некую выставку Ты следишь за беговыми клубами Некоммерческими Коммерческими Как они развиваются Может быть выделить Или что-то Какое-то Порекомендовать Как бы ты хотел Чтобы они развивались Для В целом развития тусовки Концовку не понял За беговыми клубами слежу Ну Какие-то рекомендации Рекомендации Ну именно там Условно Активнее на мерч На брендинг На яркость Вот на это все Обратить внимание Ребятам Из клубной индустрии Слушай Ну если мы рассматриваем Такой профессиональный клуб Назовем его так Как беговой монастырь То мне кажется Они будут как раз Флагманами этой истории В ближайшем будущем А если говорить про То есть это все равно Другая история Но это не Это типа Тинмейт Элит Как в штатах Но это все равно Вишенка на торте Обычных беговых клубов Ну обычные мы называем Все-таки Вот если I love running И академию сравнивать Это тоже разные истории Абсолютно Абсолютно Там если сравнивать Сегмент академии Марафона Там джекстер Я просто имею ввиду Что есть уровни И все это звенья Одной цепи И ты думаешь Что это все идет Кверху То есть даже в рамках Вот этих клубов Не I love running А вот наших Например Мы тоже будем стремиться К профессиональному росту Нет, вы занимаете Свою нишу И мне кажется Вы просто будете Отвоевывать У других клубов Вот эти вот зоны А может появиться Альтернатива Бегового монастыря Конечно И даже люди из ВФЛА Хотели В перспективе ее создать Но как всегда Идея заглохла Ну это с брендом Должен быть Какой-то коллаб Ну отчасти с брендом Да, потому что бренд Дает хорошую картинку Безу Ну именно смерть Ну у вас Это получается В принципе Даже без брендов Да Благодарю За такое На самом деле Вот эти изменения Которые в этом году У вас произошли Мне очень понравились А что? Картинка стала приятной То есть Академия Марафона всегда была Сколько у вас лет Ну мы с 16-го года Наверное с 16-го года Я за этим стыжу И в этом году Я подумал Типа Блин, круто И я даже подумал Что может быть К вам вступить То есть Если у меня возникла Такая мысль Это вообще Очень крутой показатель Ого Я первый раз Я тебя слышу Благодарю Это сильно Круто слышать Тут знаешь Что совпало Наверное Все Ну вот как бы Как пазлики Сходятся И какая-то общая Инфраструктура Экосистема внутри То есть И картинка Визуальный контент И то, что мы пишем И сайт И люди И это все Как-то агрегируется Ну в один момент Вот так вот По шушку пальцев Это не появляется Понятно Это работа Которая выстраивается И иногда Это уходит вообще В какую-то там Другую степь И ничего не получается Но у вас это получилось Совместить Все круто Мы продолжаем Хочу верить Что мы тоже Каким-то образом Немножко влияем На развитие Все влияют Все влияют Помимо БГ-клубов Это в первую очередь Еще и люди Конкретно Те, кто Яркие Что-то делают Причем Я очень рад Что появляются Сейчас и художники Которые в беговой тусовке И фотографы Блин Это двигает всех вперед Только вперед Кайф Мне нравится Кстати, для нашего подкаста Лампа Лампа Бегает Рисовала Обложку У нас есть от нее Открытки И я с ней тоже записал Уже подкаст И вот мне нравится Да, что во всех сторонах Я жду еще Когда рэпер Около беговой Появится Матвей Волков Пусть Пусть он запишет А, есть типичный же Кстати Да, есть Причем Не знаю, можно ли говорить об этом Причем он дед Дед рэп Он пишет на телефоне Всю музыку Ну Ну, блин Но это круто, кстати Да, я не знал, что Очень качественно Записывает он, наверное В профессиональный микрофон Или в этот В петличку Ну, не в петличку Наверное, там Кое-то подключается Но все в телефон И стоишь Вот так вот у тебя шкаф Здесь с подушками Чтобы гасить эхо А, это настолько Все Да Я прям узнал об этом Пару дней назад Очень удивился Саша Сторожев Тоже, когда будешь в Москве А он, наверное, сейчас в Москве А он сейчас в Москве Кстати Саша Сторожев Залетай на подкаст Тоже поболтаем Хотя у тебя великолепное интервью В нелегкой атлетике Кайф Андрей, может быть У тебя есть вопрос ко мне И у нас есть рубрика Непостоянная Вопрос Сергею Черепанову Как бегуну Так и основателю клуба И руководителю Вот может быть к этому Ну, на самом деле К таким вещам Ты, конечно, меня бы лучше Подготовил заранее Я понял Предположим, как ты вообще видишь Беговую тусовку Спустя 4 года То есть в таких Долгосрочных перспективах Ну, все-таки, мне кажется Уже такие, знаешь, старички Сегодня было очень много дат Вот там вот 5 лет назад Вот И хочется все-таки Посмотреть вперед На твое видение Знаешь, нет такого Именно Долгосрочной истории Я думаю, что будет 3-4 Больших проекта Именно Любительских Коммерческих И Ну, вот условно Какие-то клубы Разовьются Они будут агрегировать На себя всех людей Будет Дайхард Как независимая история Которая Уже имя собственное Приобретает То есть такие тусовки Их уже видно Что они развиваются Длительные В Мещерском Там какие-то В Казани Лонграна Еще, еще, еще То есть вот такая Будет история То есть будет Скорее тема Уходить в Такие сообщества Которые будут Друг с другом Взаимодействовать Возможно так Если бренды Дополнительно придут И будут поддерживать Не конкретных персонажей А вот эти группы Ну, проекты Не знаю То это еще сильнее Даст эту общую картинку Как ты говоришь Думаю, что Московский марафон Получит лейбл Как Дима хочет сделать Здесь самое главное Чтобы бан наконец летел Да Так бы они уже получили Да, технические Вот эти моменты Но с точки зрения Продвижения вообще Москвы Как локации для Ну, это крутая картинка В мире смотреть Это вообще одна из лучших трасс По количеству Заступримечательностей Да Она не самая простая Личник там поставить тяжело Да и результат, честно говоря Там сколько? 2.13.30 у Артема Алексеева Это не очень круто Вообще в каком-либо масштабе Для России круто Но как бы Для бегунов Любителей Это идеальный марафон Я считаю Я бы никогда не бегал Ого Мы это не обговорили Я всегда мечтал Но в 2018 году Я вел Сардану Трофимову На рекорд трассы Тогда меня попросили На мотоцикле Вести пейсеров Корректировать их По темпу И тогда привел Вот она в этом году Его побила В 2019 году Я снимал Антона И в этом году Я работал на московском марафоне То есть у меня Похоже Крест на нем стоит Что никогда не пробегу Хорошо Тогда Касательно вот этой Пятилетки следующей Андрей Осташкин Пробежит московский марафон Это тоже С 3.30 С 3.30 3.28 Ставка Вот фиксируем Это в аудио И что И что Я думаю Что будут пользоваться Популярностью Вот такие вот Локальные истории Где клубы Сами себе Будут организовывать Инфраструктуру То есть Как мы в этом году Тестировали тему С эстафетой Например Наша Когда мы собирали Другие клубы Как мы делаем Контрольные забеги И таких будет Много То есть Сами для себя Какие-то виртуальные Оффлайн забеги Это все будет То есть Типа тусовка Сама себя должна Начать развивать Вот я про что Ну на самом деле Сейчас Как раз ты правильно Заговорил О ставке На собственные инициативы Потому что С учетом пандемии Мне кажется Вот будущее Как раз За маленькими мероприятиями Вроде вот Вашей эстафеты Зелерана На 100 человек Да Вот так что Вот эта тема Да Я думаю Что вот как раз Сильно топлю за то Чтобы Все лидеры Движений Клубов Каких-то Тусовочек Беговых Они все взаимодействуют То есть Должна быть Какая-то ассоциация И возможно Лига любительская Вот Кто-то возьмется За это Только ЛФЛ Только беговой Да 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 И это кстати В том числе Для рейтинга Конкретных персонажей Как у Вити Житкова Там три стац Только это В рамках бега Но на любительском уровне И вот эта вот Вся история Она должна Самоорганизоваться Возможно Был какой-то портал Который собирал Хороший портал Когда работаешь в бренде Очень удобно заходить Смотреть все результаты Да К сожалению Она не стрельнула И мы как раз С Вити обсуждали Когда они закрылись Я говорю Ну вы вернитесь К нему Выкупите А я как раз Виктор тогда показал Эту историю Он такой О прикол Но это типа Тот же три стац Но я говорю А вы возьмите бег И он что-то Как-то где-то заглох Эта тема А там Нужно было Исходный код Выкупить Или что-то с ним сделать Короче пацаны готовы были Отдавать это Еще есть пробег По-моему О да И я знаю Что там все результаты Забиваются вручную То есть там Ничего не автоматизировано Там сидят люди И просто перебивают Протоколы Которые PDF Да Это просто ужас Но спасибо им Тоже очень часто Захожу И смотрю какую-то информацию Которая мне требуется Я у них кстати Обнаружил свой первый результат Про который я забыл Я бежал гром Когда тот еще проходил По Лужнецкой набережной Помнишь это время Помню это время Я тогда Мне кажется не бегал Это 2013 год Ну вот я тогда ходил По офису в кроссовках Начал Да-да-да И вот как раз Я такой Ищу там фамилии Там несколько однофамильцев Кто-то где-то в другом регионе живет Тот же Сергей Черепанов Я такой смотрю Так гром Ага Смотрю фотки Ага О Оно А я веду Excel-файлик С 14-го года Со всеми своими результатами Так что У меня такой проблемы нет Интересно Кстати я в инстаграме пробовал Это вот к марафонам Привязать марафон И все помнят Другие забеги уже стираются Да Память Ты прям каждый забег ведешь? Абсолютно каждый И вот там есть Первый красочный забег Который без времени К сожалению Вот так просто Можно посмотреть прогресс Плюс там есть все транзитки То есть так чисто Посмотреть Плайнки Ронмена Где там был быстрее Где медленнее Тоже можно сравнить Все в деталях Удобно ты после там Старта Через пару дней С пивком в руках Записал все это и забыл Кайф Андрей Асташкин Благодарю Спасибо Всего доброго Пока Услышимся на пробежке Я Субтитры сделал DimaTorzok